Когда объектив фотокамеры становится проводником в параллельный мир, а персонажи и символы из русских народных сказок переносятся на Самарские улицы. Взглянуть на Самару по-новому можно на фотопрогулке, организованной музеем галереи Заварка. Во время фотопрогулки мы не рассказываем про сами здания, про историю самих зданий, мы скорее работаем с психодиографией. Мы начинаем чувствовать и вообще воспринимать город по-новому, мы открываем какие-то новые сценарии взаимодействия с городом. На фотопрогулке можно узнать, где на Самарских улицах обитает водяной, увидеть своими глазами жар птицу, избушку на курьих ножках и услышать легенды, которые рождают сказочные образы. На самом деле курьи ножки немножко это другое. Дело в том, что раньше так хоронили людей в таких вот деревянных домиках и ставили на такие деревянные столбики, на деревянные сваи. Можем сказать, что Баба Яга в действительности это уже, скажем так, мертвый человек, мертвая ведьма, такой проводник между миром живых и миром мертвых. Находить на улице сказочные символы – главное занятие участников фотопрогулки. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Казалось бы, при чем здесь этот зеленый забор на улице Садовой с облупившейся краской? Оказывается, она символизирует скорлупу того самого яйца из русской народной сказки. Кристина и Галина недавно обучились на фотографов и теперь пополняют свое портфолио. О фотопрогулке от музея-галереи «Заварка» узнали из соцсетей. Во время экскурсии открыли для себя Самару с новой стороны. Для меня все это очень необычно. Сказок я особо много не знаю, ну, такие самые распространенные. Поэтому было довольно-таки интересно видеть, визуализировать всякие персонажи в траве, в деревьях, в стенах дома и в асфальте даже. Ну, довольно-таки интересно. Мне кажется, получилось много хороших кадров. Во время фотопрогулки свой репертуар охотно продемонстрировал кот Баюн. Экскурсия параллельной прошла в преддверии выставки, которая откроется в музее-галереи «Заварка» 12 июля. Она будет посвящена сказкам и преданиям Самарского края. Галина Топилина, Константин Головин. События. Галина Топилина, Константин Головин.